Вечерний Витя. 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 прозвали, потому что, как правило, если Ишива – это такой институт, то Колель – это то место, куда идут люди, которые сперва учились в Ишиве, потом они женятся, и они уходят в Колель. В нашем случае это не совсем аспирантура, потому что сюда приходят люди с разными знаниями, в том числе они, может быть, первый раз в жизни садятся за учебу. Поэтому в нашем случае это, может быть, аспирантура, но только в том отношении, что, да, люди приходят уже с каким-то опытом, но не всегда это опыт изучения тоже. При том, что, судя по тому, что у нас сегодня Иван в гостях, я так понимаю, что разница в возрасте значения в Витебске не имеет никакой разницы. И люди и молодые, и люди более взрослые, и преклонного возраста, все обучаются одному и тому же, или как это? Или есть какие-то ограничения по возрасту для тех, кто обучается в Колель? Ну, я думаю, что ограничения, это, скажем, начиная со студенческого возраста и заканчивая умственными возможностями человека, да. То есть… Это тоже играет роль. Ну, так устроен человек, да. Поэтому, как таковых ограничений нет, и мы увидим, да, сейчас мы только начали, мы увидим, может быть, будет разниться уровень знаний, тогда это будут разные группы. У меня вопрос к Ивану, насколько интересно обучаться в Колеле, и что нового ты узнал в Колеле? Колеле – это очень интересно, потому что это как бы неформальное образование, которое именно с еврейским уклоном в основном, и туда приходят люди, как вы сказали, разных возрастов, то есть буквально от 18 до 60, и с людьми очень интересно общаться, потому что у каждого свой опыт, и из нового я узнаю много еврейской истории, законов и традиций. Иван, а вот как и в какой момент вы приняли решение, что вы должны посещать эти занятия, что вы хотите туда ходить? То есть я так понимаю, что вы параллельно, наверное, тоже чем-то занимаетесь же в жизни. Вот это уже не хобби, а, ну, наверное, посещение этой школы для вас тоже становится очень-очень важным в жизни. Вот как вы приняли решение? Я когда узнал, что будет у нас открываться Колель, мне сразу стало интересно, потому что я слышал об этом, и хотелось узнать, как это будет у нас. И после первых занятий это было, оказалось, достаточно интересно, и я продолжил. Но вот чтобы попасть на эти первые занятия, вот вы конкретно, Иван, что вы сделали? Что надо было сделать, чтобы оказаться в числе тех людей, которые, как сказал Макель, были зачислены, да, на первый курс, на обучение, на курс обучения? Нужно было подать документы, подтверждающие свое еврейство. У меня они уже есть, и до этого они были, и поэтому проблем с этим не было, и я оказался в числе учащихся. А желающих вообще много было обучаться? Да, то есть люди звонили, и пришли люди, которые раньше очень редко ходили в общину, да, и у нас был такой отбор, то есть были люди, которых мы знаем всегда, да, например, как Ваня, да, и понятно, что он пришел и пришел, молодец. А были люди, которые звонили, с которыми мы знакомились, и, в общем, так что интерес он есть. То есть можно сказать, что был определенный конкурс, да, своеобразный? Ну, где-то в какой-то момент даже так, да. Но больше он напоминал, наверное, собеседование, да, там же не могло быть никаких вопросов тестовых. Да, собеседование. То есть вам важно было понять, для чего это человеку нужно, реально ли он готов. Ну, конечно, конечно. Вообще подобные учебные заведения, можно, наверное, называть их учебными, да, или нет, не совсем правильно. Да, да, учебные, конечно. Они существовали в Витебске в прошлом веке, насколько я знаю, их было много, а потом, во время войны и после войны они были разрушены. Почему не возрождали вот до этого времени? Это ведь первый колель за последние сто лет, да? Ну, очевидно, да, давно здесь не было. Почему? Ну, очевидно, община, она, то есть это некий процесс развития, да, и, соответственно, на данном этапе возникла уже потребность, да, вот до каких-то вопросов количества людей и постройки синагоги, да, переходить в качество, да. И вот это качество, это колель, в данном случае он преследует цель не только, что люди о ней начнут ходить, да, что они глубже ознакомятся, больше начнут понимать вообще, что происходит, да, когда они приходят в синагогу, что вообще их окружает, да, потому что порой простой доверующий, он приходит, он ходит, что-то там читает, что-то слушает, но у него, да, у него сформируется какое-то свое порой ошибочное понимание, да. Колель призван это исправить. Вот скажите, пожалуйста, вы преподаватель в этом Колель, то есть выступаете в такой роли, вот ваши функции, чем они отличаются от того, что, в принципе, обычно происходит в синагоге с вашим участием, то есть действительно это, там, не знаю, доска мел, и вы пишете и объясняете, или, в принципе, это то же самое, только более углублено, чем, может быть, ежедневные какие-то общения с теми, кто приходит в синагогу? Ну, я думаю, что мы можем использовать доску с мелом тоже, такое бывает, в принципе, в идеале, да, иудаизм, для него учеба, это не некая отдельная институция, да, это часть, как бы, часть богослужения, часть религиозной практики, да, поэтому учиться с кем-то, да, преподавать или обучаться, или у нас, в принципе, есть такое понятие, что человек, даже который он преподает, он тоже учится, и, в принципе, все в этом процессе все равны, поэтому, наоборот, я думаю, что даже во многом сейчас я больше соответствую, да, тому, чему я должен заниматься здесь, да, в плане это именно учить и учиться. Мужчины и женщины в Колеле занимаются отдельно, вот какое этому объяснение? Ну, во-первых, в принципе, да, Колель, да, и Шива – это мужские учебные заведения, да, на женщинах нет обязанности изучать Тору, но есть вещи, которые женщины тоже должны знать, да, у них есть свой путь, свое место в иудаизме, да, в Торе, и, да, это отдельная группа, она нужна для того, чтобы женщины тоже учились, да, там преподает моя жена, и, как бы, она с ними делится чем-то своим. Вот вы говорите изучать Тору, не все, скажем так, люди знают, что это такое, понятно, что те, кто занимаются у вас в Колеле, это, конечно, знают, но вот что такое Тора – это своеобразный закон иудаизма, да, насколько я знаю, свод канонов. Нет, Тора – это, да, само по себе понятие Тора – это как учение, да, или закон, но, если мы говорим в принципе, да, Торе называется Пятикнижье Моисеева, да, Танах, да, это Ветхий Завет, и, в целом, да, то, что мы называем письменная Тора, это Тора, которая была получена на горе Сина, и устная Тора – это Мишна и Талмуд, да, она, как бы, в нашем понимании – это единое целое, да, и это то, чем мы занимаемся. У меня к Ване тогда вопрос, ну вот расскажите, вот как проходят занятия? Вы приходите, ну, в определенное время, да, в определенный день, перед вами Малкиель, и нужно учить Тору, да? Ну, нужно это так, слово, ну, то есть вот сейчас будете учить Тору. Вот как это происходит? Как строятся занятия, и как они отличаются, может быть, от привычных общеобразовательных учреждений, ну, в которых, я так понимаю, вы тоже учились? Ну, они отличаются в основном, конечно же, содержанием, то есть Малкиель ведет себя как уверенный в себе преподаватель, и… Малкиель – это вызывает легкую улыбку, потому что вы учитесь тоже, мы помним, да, вы тоже учитесь. И в начале занятия рассказывает нам о том, что нас сегодня ждет, и, в принципе, приступает, как и, в принципе, лекции проходят и в других университетах, то есть, правда, со своим, конечно же, акцентом, то есть это интересно, ну, и вообще это… Я прочитал про такое понятие «хавруты», да? Расскажите, пожалуйста, что это такое «хаврута», как это происходит, как выглядит? Да, «хаврута» – это… да, вообще «хавер» – это тоже так как «трук», да, переводится, это как «пара». «Хавруты» – это пара, это, в общем-то, то, что считается основным способом изучения тоже, то есть какая-то лекция, урок – это некое обобщение. Да, «хавруты» – это когда ты садишься со своим напарником, и у вас есть текст, вы его читаете, вы его обсуждаете, вы делаете какие-то выводы, и, в общем-то, это самая главная часть в учебе. Да, но тут важно именно самостоятельно, как бы, чтобы человек, чтобы эта пара, она могла себя заставить. Да, то есть, когда преподаватель, он стоит или сидит и что-то преподает, что-то дает какую-то лекцию, так это все сидят и слушают, да, а тут преподавателя уже нет, да, то есть они сидят вдвоем, да, обсуждают вдвоем, и все, что может сделать потом учитель, это только если они придут с каким-то вопросом объяснить или разъяснить эти вопросы на уроке, но основное – это то, что… Ну вот, принимая во внимание такую разнообразность публики, я имею в виду возраст, ну вот молодой человек у нас сидит, Иван, я так понимаю, там есть люди, ну, гораздо-гораздо старше, вот если они вместе в паре будут, кто у кого будет учиться в этой ситуации, ну, мне кажется, более опытный человек начнет говорить, что вот так, так, так и так правильно, или нет? Ну, я думаю, что всех хватает осознания того, что, в общем-то, во многом они все новички, да, я думаю, что каждый, он поймет, что… Что у каждого есть, чему поучиться, как бы, так что из моей практики я часто видел такое, что бывают хавруты, где люди по возрасту сильно отличаются, но это им не мешает. Мы знаем, что после окончания первого семестра учащиеся Колеля пройдут тест, по результатам которого им будет назначена стипендия, вот, на второй семестр, то есть получается все как в обычном учебном заведении, или есть тут какие-то особенности? Да, нет, единственное, что идея подобных вообще стипендий, она заключается в том, что с одной стороны это то, что человек, он должен отказаться от какого-то части своей рабочего дня, и, как бы, это некое такое возмещение, это возмещает община, да, потому что она заинтересована в том, чтобы люди изучали Тору, и потому что это центр, это вся наша жизнь. С другой стороны, это некий стимул к тому, чтобы люди учились, да, так что, ну, посмотрим, как это будет, да. Мы знаем, что занятия Колеля проходят в синагоге на улице Грибоедова, это первый подобный храм, который построили в Витебске за сто лет. Вот много ли желающих вообще сегодня его посетить? Ведь мы знаем, что до войны еще было более 60 вообще подобных храмов в Витебске, и Витебск вообще считался еврейским городом. Да, ну, в принципе, скажем, это стало частью города, частью его истории, частью его жизни, и, соответственно, конечно, это, да, это интересное популярное место, в общем-то, для всех. Ну, что ж, ну, тогда, наверное, пришло время нам ненадолго прерваться. У нас есть сюжет с открытия Витебской синагоги. Давайте прямо сейчас его посмотрим и вспомним, как это было. Витебск Тут у старой части города еще заховались будинки с червоной цеглой, которые памятуют в начале минулого 100-го года. Тогда у Витебску было около 60 синагог. Сейчас у этого не верится. Религийные школы иудеи стали подпольными еще при советах, а после войны у один и не сруйнованной синагоги срабили аптечный склад. У 80-х под Яурейский молитовный дом у областным центра отдали старую хату. С того часу тут сбиралися на молитвы и святы. Людей становится больше в синагоге, вопреки тому, что многие уезжают из Беларуси, но, тем не менее, евреев становится больше. Мы уже перестали помещаться в старое здание и решили построить новую синагогу. И вот она сегодня открывается. Синагогу в Витебску почали будовать в 2015-м. Просторная молитвовная зала с балконом для жанчин, навучальные покои, ритуальная миква. Двухповерховый дом, который отримал назву «Шатер Давида», станет центром иудейской общины. Мы считаем, что это знамение такого века. Вот мы с подругой постоянно ходили, смотрели, как рождалось это здание, как оно оформлялось, как это все у нас. У нас это очень интересно. И я до слез, настолько мне это приятно. Все, что сделано, проведена такая огромная работа. Мы очень благодарны всем, кто принял участие в строительстве для синагоги. Сегодняшний день настолько важен, что я даже отпросился с работы и не мог пропустить этот день. И надеюсь, что люди, которые будут приезжать в гости в Витебск, они обязательно будут заходить сюда. Синагогу будовали всем светом. На сродке приходжан и выходца из Витебска, которые живут в Германии и США. Над проектом будинка працавали вядомые архитекторы и историки. Камень из Иерусалима. У стенах дома дизайнерская ноу-хау. Не забылися и про знакомитого земляка. Гостей свято с устрока у Шагаловский скрипач, а молильную залу упрыгожили репродукции работ гения. Чтобы их разместить в синагоге, интересный факт, мы писали и обращались в фонд Шагала международный и писали письмо внучке Марка Шагала с просьбой разрешить использовать его витражи. Они были сделаны Шагалом в одну из синагог Иерусалима. Но здесь, коль это его родина, это оказалось очень уместным. Копии работ Шагала допомогут притягнуть туристов, выполнены у суполца и дверы синагоги отчинены для всех. Тем более, что худка тут можно будет не только полюбоваться на копии работ Великого Мостока, а и доветаться шмат текавого из истории до военного Витебска. Собрать историчные артефакты и створить экспозицию Яурейского дома молитвы – задача на ближайшее будущее. А само открытие синагоги уже трапило на сторонке городской истории, ставши первой подобной падеей за 100 годов. Ну вот мы начали нашу программу с того, что поговорили о том, что в Витебске открылся Колель, такое учебное заведение, где углубленно изучают Тору. И только что посмотрели сюжет о синагоге, с ее открытия. Но вот за то время, пока синагога уже существует в Витебске, я знаю там, Малкель, подсказывайте, появились и занятия для детей, да, вместе с детками занимаетесь. Да, есть, как воскресная школа. Воскресная школа, можно так назвать. Женский клуб. Занятия для молодежи просто. И вот сейчас Колель. Два преподавателя в нем всего. Вы и ваша супруга, с которым еще пообщаемся сегодня. Да. Сейчас вот, может быть, кто-то смотрит и думает, тоже мог бы выступить в роли преподавателя. Есть необходимость? Или, может быть, нет людей, которые готовы? В Витебске, наверное, нет. Я не знаю. Но, в принципе, как бы, я думал, к нам могли бы приехать какие-то раввины из других городов Беларуси. Они тоже могут провести какое-то занятие или еще что-то. Никаких проблем. Действительно, по обмену, например, из Минска, да? Да, легко, да. Либо приехать и что-то провести. Я слышал о том, что в перспективе в Витебске может появиться и персональный женский Колель. Насколько слухи оправданы? Ну, как бы, он, в общем-то, есть в том плане, что это отдельная группа, отдельные занятия. Просто он идет параллельно мужскому. То есть, в принципе, он как бы есть. А количество обучающихся и там, и там одинаковое? Примерно, да. Но не может быть больше определенного количества людей, да, наверное? Мы еще не проверяли. Не проверяли. Но сейчас 30. В районе 30. Учащихся. А если будет больше желающих учиться в Колеле, возможно ли расширение? Наверное, да. Ну, в общем, я так понимаю, это сейчас первый опыт, который уже покажет вообще, что и дальше, как бы. Мы знаем, что совсем недавно во всем мире вспоминали жертв Холокоста. Для каждого еврея это особая тема, тяжелая тема. А вот у каждого в семье, наверное, найдутся родственники, которые пострадали в те годы. Я прав. Ну, да, очень много людей, у которых, да, есть погибшие или они пережили какие-то связанные с этим трудности. Да, и поэтому, несомненно, как бы эта точка, это событие в истории, оно будет всегда упоминаться и вспоминаться уже, наверное, всегда. Часто ли в ваших семьях говорят на эту тему? Ну, скажем так, я не думаю, что об этом говорят в плане садятся и говорят, да, но тема эта, она всегда все равно проходит какой-то нитью в том плане, что это же произошло не потому, что был кто-то плохой, ну, в плане, что это была война в плане сражения, да, то есть это был геноцид, да, соответственно, вопрос, что сделать так, чтобы этого избежать, он, в общем-то, как бы всегда, он где-то есть. Но вот обычно в этот день проходят, наверное, какие-то мероприятия, это такой День памяти, как это, может быть, в Витебске происходит? Это все собираются в синагоги? Кто занимается организацией, да, этих мероприятий, если они есть? Есть, есть общинный дом, Хазда и Давид, они проводят это, ну, туда приходят тоже все из синагоги, еще, да, есть такой тоже у нас пост 10-го Твета, он, в принципе, связан с различными, да, трудностями, да, в истории еврейского народа, да, он был установлен еще очень давно, этот пост, но в частности он тоже касается, он стал тоже воспоминанием и о Холокосте, поэтому общинная жизнь, она всегда тоже в какой-то мере она связана с этой темой, и очевидно, да, всех волнует этот единственный вопрос, что сделать, чтобы такого больше никогда не повторилось, потому что память, она еще, конечно, еще очень свежа. У меня вопрос к Иванову, как ты сейчас считаешь, насколько важно сегодня не забывать о том, что произошло вот в те жестокие годы? Я думаю, важно не забывать, но проблема в том, что некоторые даже не знают, что было, и не знают, что это за Холокост, и поэтому вообще не проводятся мероприятия там, где люди чтят память, и хотя бы вспоминают, и некоторым даже рассказывают, что это такое, чтобы все были, понимали, что это такое, и чтили вместе, и не забывали, чтобы этого больше не было. Многие сегодня предпочитают молчать о тех событиях, храня их глубоко где-то в памяти, да, вот, другие, наоборот, стараются рассказать обо всем, то есть, да, что случилось с их семьями. Вот как ты считаешь, что правильнее? Я считаю, что не стоит об этом кричать, но и забывать об этом тоже не стоит, потому что это для каждого личное дело, несмотря на то, что это еврейский народ, он весь един. Каждый скорбит по-своему, и я считаю, что каждый волен делать то, что он считает нужным. За время оккупации Витебской области практически все евреи были убиты, вот, но среди местного населения находились люди, которые старались помочь евреям, прятали их у себя в домах. Может быть, у тебя, среди твоих родственников, с кем-то из них что-то подобное происходило? Насколько я знаю, моя прабабушка была еврейкой, и она во время войны, ее здесь не было, то есть, ее это обошло стороной, и как-то все прошло. Что ж, спасибо за откровенную беседу. Понимаю, что говорить на эту тему очень тяжело, непросто. Эмоций действительно много. Прямо сейчас в эфире вечернего Витебска рубрика «Афиша», после нее мы послушаем эмоциональную песню, которую исполнит Ева Рогатникова. 2 февраля белорусский театр «Лялька» приглашает на сказочный спектакль по мотивам белорусской сказки «Пилипка и ведьма». Жили-были дед и бабка, и не было у них детей. Отчаявшись, дед вырезает из дерева сынка, и происходит чудо, тот оживает. Только вот старые ведьмы счастье героев совсем не по душе. Начало спектакля в 11.00. Музей истории частного коллекционирования приглашает на выставку «Музей Экспериментус». На выставке наглядно демонстрируются различные законы физики, природные явления, оптические иллюзии и принципы работы технических устройств. Среди экспонатов шар-плазма, мост-да-винчи, человек-батарейка, маятник Ньютона, трансформатор Тесла, прототип вечного двигателя и многое другое. Выставка открыта с 10.00. «Золотое кольцо Витебска-Двина» представляет выставку репродукции картин Святослава Рериха «Вестник красоты». Святослав Рерих – один из крупнейших художников современности. Ему отведено одно из ведущих мест в мировом искусстве, где художник выступает в лошатаем красоты, мира и добра. На выставке представлено 39 картин, в которых автор раскрывается как непредвзойденный патриотист, мастер жанровой живописи и пейзажист. Выставка открыта с 10.00. Национальный академический драматический театр имени Куба Колоса представляет спектакль «Балаган» «Смертельный номер». На сцене театра – цирк, но мастеру клоунского искусства неожиданно становится плохо. И тут на сцену выходят четыре части клоуна. Как будто они зависимые, они лишь отражают различные воплощения, чувства и периоды жизни. Каждый считает себя чрезвычайно важным и хочет сделать свой, исключительный цирковой номер, который взорвется под куполом цирка. Начало спектакля в 18.00. 3 февраля Белорусский театр «Лялька» представляет спектакль для детей «Отважные братья». Юных зрителей ждет встречи с лесными жителями, которые хотят стать храбрыми и больше никого не боятся. Достаточно ли для этого страшных когтей и зубов? Что на самом деле делает нас отважными? «Отважные братья» ответят на эти вопросы в 11.00. Витебская областная филармония представляет музыкально-игровую программу «Карамелька и горошинка в космосе». «Карамелька и горошинка» не сидится на месте. Они успевают ввязаться в новое приключение, на этот раз космическое. Вместе с неутомимыми путешественниками зрителям предстоит отыскать потерявшееся хорошее настроение госпожи галактики, раскрасить полинявшие планеты и помочь героям вернуться обратно на Землю. Начало в 11.00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет спектакль «Тень мысли нашей» по мотивам драмы Франциска Олегновича «Тени». Степан, отец, не находящий общего языка со своими отчужденными домочадцами, начинает терять чувство реальности, когда с появлением в семье загадочной Матильды все его возвышенные устремления и жажда творчества уступают место банальному эгоизму. Начало спектакля в 18.00. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Некоторые темы для женщин просто не так актуальны, как для мужчин Поэтому темы, которые изучают они, мы заменяем чем-то другим, например, если они учат темы, связанные с ношением покрытия головы, вроде кипы, то мы изучаем законы, например, окунания в микву, который это ритуальный бассейн очистительный. Или мы изучаем законы женско-еврейской скромности, к примеру. Ну, то есть, в принципе, темы пересекаются. Это цикл еврейской жизни, это праздники, но все-таки есть небольшие различия. Вы преподаватель в Колле. Наверное, для того, чтобы преподавать, нужно досконально изучить еврейские традиции, философию, вот очень много специфики, да? Как давно вы увлекаетесь, интересуетесь этой темой и как долго изучали это все? Я вам хочу сказать, что невозможно досконально знать еврейскую традицию, поскольку евреи не зря называются народом книги. Чем больше еврейский народ существует, тем больше и больше он занимается саморазвитием, тем больше трудов написано. И невозможно знать все. Ну, мы стремимся к этому. Я сама в еврейскую среду попала с 12 лет. Но это уже больше 19 лет я как-то в этом так или иначе. А как вы этим заинтересовались? То есть, что... Как это было? Вот впервые, когда, может быть, вы пришли, я не знаю, в Колле или где это было? То есть, как вот это происходило? Я попала на один из праздников еврейской общины в городе, в котором я родилась. И меня настолько поразило отношение к людям, к детям, как праздники сплотили общину. Мне очень это понравилось, очень это задело. И уже следующие праздники без меня не происходили. Я хотела быть частью вот этой вот культуры, которая так себя хранит. Вы сказали, что родились не в Витебске, наверное, далеко отсюда. Как познакомились со своим мужем Малкелем, который вот сегодня является раввином в Витебской синагоге? Как это произошло? У еврея говорят, что нет ничего без вмешательства Всевышнего. Я сама из России, из города Чебоксары, это столица Чувашской республики, а Малкелем родом из Минска. Мы вместе с ним приехали учиться в Одесский еврейский университет. Там познакомились и через год поженились. То есть, так вот евреи и евреи друг друга находят на просторах наших, на наших таких вроде бы далеких друг от друга стран. Вы родились в Чебоксарах, Малкелем Минске, как оказались в Витебске? А нас пригласили сюда работать, потому что мы знали, что здесь нет раввина, нету никого, кто мог бы читать Тору, вообще как-то руководить духовной жизнью общины. И нас пригласили к тому, на тот момент Малкелем учился в Ешиве, в высшем религиозном заведении в Подмосковье. И нам предложили сюда приехать работать. И мы приехали, и мы очень рады, что мы оказались здесь, мы здесь на своем месте. Вообще говоря, для того, чтобы проникнуться традициями какой-то страны, скажем так, да, нужно обязательно побывать в ней. Вот вы бывали в Израиле, может быть, с Малкелем или... Да, конечно, вот Ита тоже успела там побывать. Правда, она была еще слишком маленькая, чтобы это помнить. Но так или иначе, даже Ита приобщилась к Святой Земле. Да, мне там очень нравится, это моя температура, моя земля, и вообще я себя там чувствую как дома, несмотря на то, что я там бываю редко, к сожалению. Ну, Ита и у нас в гостях-то была часто. Я даже не знаю, сколько раз посчитать. Наверное, Ита и не помнит первый раз, когда это случилось. Хорошо, у меня тогда вопрос к Ане, потому что Дина рассказала, как случилось знакомство в 12 лет с еврейской культурой. Расскажите, Аня, как так получилось, что вы оказались в общине, как вы... Вы воспитанница Колеля, да, я так понимаю? Да, я тоже. Ну, вот рассказывайте, как случилось ваше знакомство? Ну, с самого детства, как бы, я знала, что еврейская культура рядом со мной, и мои родители меня воспитывали так, что я посещала общину с самого детства. Лет с 10 я уже была в общине, я также посещала праздники, мероприятия, которые происходили в общине, и я жила этим с самого детства. Насколько интересно вам сегодня изучать Тору, и насколько интересно на занятиях у вашего учителя Дины? На самом деле, так близко к Торе я до этого не изучала ее. Со временем, когда появился Колель, меня это очень заинтересовало, и уроки Дины, конечно, чем отличие мужских занятий от женских, это то, что они более, как сказать, спокойные, душевные, и очень интересно узнавать, много нового она дает для того, чтобы мы приобщались к Торе и в дальнейшем. Дина, вот скажите мне, пожалуйста, человеку, который много разных языков учил, я знаю методику изучения разных языков, вот в случае с эвритом, здесь Тора является первоисточником, то есть по Торе учится язык, или вы учите язык для того, чтобы лучше понимать Тору? Вот как это происходит? Второй вариант более верен, что задача Колеля не совсем выучить язык, для этого существуют ульпаны, какие-то языковые курсы. Задача Колеля — дать язык на том уровне, на котором люди могут изучать тексты в оригинале. Поэтому мы начинаем именно такой... Язык Торы, он немножко отличается от современного языка в силу того, что современный язык адаптирован под нашу жизнь современную. Конечно, язык меняется. Электричество и прочих каких-то таких современных слов. Поэтому мы учим все-таки танохический язык, танохический иврит, но с перспективой на то, что мы будем развиваться и продолжать, и, может быть, разговорный язык мы тоже, естественно, подтянем. Дина, вот сегодня в беседе с мужчинами мы говорили о том, что занятия в Колеле чем-то напоминают, может быть, обычный университет, да, ну, в какой-то степени. Все ли учащиеся в вашей группе одинаково способны или как в обычной школе, в обычном университете, да, есть в группе отстающие, догоняющие? Поскольку у нас нет строгих рамок временных, в которые мы обязаны уложиться, для меня важно, чтобы каждый, кто ко мне пришел учиться, он не ушел без знаний. Если я вижу, что по какой-то причине человек чуть-чуть медленнее усваивает, чем остальные, я объясняю еще раз и еще раз, чтобы вся группа это усвоила. Потому что если усвоили все, учебный процесс будет намного эффективнее, чем когда отстает один, другой, третий. Поэтому от меня все уходят, выучив то, что я им даю. Да, скажите, а вообще где-то прописано, вот как должно проходить обучение Торы? То есть, ну, как в обычных общеобразовательных учреждениях есть методика, есть там какой-то план, и вот так вот происходит обучение. Или каждый, кто преподает, определяет сам, что он будет, лишь бы был результат, что он будет делать? Вы знаете, в нашем случае, опять же, мы комбинируем все лучшее, что есть в наработках по обучению еврейского народа традиции и языку. И мы совмещаем и программы, огромное количество программ есть изучения и традиций и еврита, и что-то свое, ориентированное на специфику группы, возраста группы, количества. То есть мы пытаемся добиться максимальной эффективности в изучении традиций и языка. При том, что мы выяснили, возраст группы вообще разный. Очень разный. Да, и мы говорили про хавруты, то, что там могут вместе работать самые разные люди. И старый младь, да, все вместе, и именно этим интересную учебу в Колеле, что нет градации по возрасту, навыкам, знаниям, и каждый пытается привнести что-то в свое. Каждый делится опытом, и достигается такая гармония в учебе, и в знаниях, и вообще гармонии внутри общины тоже. Но вот, Аня, вам что больше всего нравится? Там же, я так понимаю, вы очень-очень много всего изучаете, по-разному проходят занятия. Ну вот, что вам интереснее всего, может быть? Ну, сейчас у нас проходил первый урок иврита, и мне очень понравилось, потому что я бы хотела его выучить, и Дина настолько понятна и легко объясняет, что легко учить. Есть все шансы, да? Есть все шансы научиться читать и научиться говорить правильно, и все получится. Было бы странно, если бы Аня в присутствии своего преподавателя сказала что-то плохо. Мне кажется, не может так быть. А как Аня, оцените ее знания, как она учится? Затей несколько уроков, которые у нас еще были, потому что наш Колель – это очень новая для нас программа. Я думаю, что Аня прекрасно все усваивает, она прекрасно все знает. Вообще она у нас прекрасный организатор наших молодежных программ. Молодежь к нам тянется, и в этом большая и Аня на заслуга тоже. Но вот говоря о языке, все равно занятия ведь только для членов общины нельзя просто так... Можно? Нет, можно. То есть можно прийти и начать учить вместе с вами язык совершенно свободно спокойно? Конечно. У нас есть несколько человек, которые приходят просто потому, что им интересно посмотреть, как это работает. И мы рады, мы рады гостям всегда. Приходите, Евгений, мы будем рады вам. Ну, я думаю, какой бы еще язык начать учить. И, в принципе, если есть такая возможность, то это довольно интересно. Кого больше на ваших занятиях? Взрослых уже, учеников, да, скажем так, или вот таких молодых, как Аня? Вы знаете, все-таки взрослых пока больше в силу, опять же, занятости молодых людей по будням. Поэтому пока их больше. Но мы стремимся расширять горизонты. И вполне возможно, что реклама и какие-то такие интересные мероприятия для Колеля будут привлекать к нам молодежь в том числе. Что касается расширения горизонтов, вот мы тут говорили о том, что, возможно, в будущем появится в Витебске отдельный женский Колель. Или в этом нет необходимости? Я не уверена, что необходимо прямо совершенно отдельный. Он прекрасно существует на базе мужского Колеля тоже. Но если, дай бог, будет группа достаточно обширной, это будет нашим следующим шагом. А вообще, к чему нужно быть готовым абитуриенту? Я могу так назвать, но человек, который хочет у вас учиться, но он еще в раздумьях находится. Назовем его условно абитуриенту. К чему нужно быть готовым? То есть понимать, что столько-то часов в день или в неделю нужно своего свободного времени будет пожертвовать. Что, может быть, нужно будет выполнять какие-то домашние задания, если они у вас. То есть вот какие-то такие вещи, над которыми нужно поразмышлять предварительно. Ну, во-первых, человек, который к нам приходит, он должен понимать, чему его будут учить. Его не будут учить каким-то светским предметом. Он не выучит у нас математику или физику. Он приходит учить Тору. То есть все, чего от него нужно, все, чего мы от него требуем, это готовность учиться и впитывать еврейские знания. То есть быть ориентированным на работу с еврейскими текстами. Расскажите, что сегодня культивируется в еврейских семьях, вот что самое важное? В еврейских семьях культивировалось, культивируется и будет культивироваться уважение друг к другу и к окружающим в первую очередь. Воспитание детей в еврейской традиции – это не во вторую, а тоже в первую, но один из вариантов. И вообще ориентация на миролюбие, на любовь к людям и к себе. Что касается роли женщины в еврейской семье, я знаю, что во время молитвы сын всегда благодарит в первую очередь мать, а не отца. Ну, насколько это достоверно, не знаю, но вот слышал о таком. Вот это, наверное, показательно и отражает роль женщины, на мой взгляд. В иудаизме огромную роль и огромную важность отводятся женщины, потому что, начиная с того, что еврейство вообще по женской линии, не по мужчине, как есть такая шутка, что всегда известно, кто мама, а кто папа, известно не всегда. Ну, это, конечно, шутка, но важность женщины как раз в том, что она передает саму традицию, саму идею и святость своему ребенку, потому что Бог у женщины в сердце. Так говорит иудаизм. И поэтому многие вещи, они для женщины более в легкой форме, потому что там, где мужчина должен постоянно напоминать себе о Боге, у женщины Бог есть всегда в сердце. Поэтому женщина, она как бы в иудаизме, в приоритете и более считается свята, чем мужчина. Интересную такую особенность подчеркнули. Если мама еврейка, то получается ребенок еврей. С отцом другая ситуация, да, насколько я понял? Да. Аня, мы уже вот перед вами, здесь был Малкиели, Иван тоже воспитанник Колеля, говорили о том, что будут экзамены, что после экзаменов, возможно, будет даже стипендия у кого-то. Вы как экзаменов вообще боитесь? Готовы их сдавать, проходить? Ну, конечно, волнительно будет экзамены проходить, но мы для этого и учимся, чтобы проходить экзамены. В дальнейшем будет какая-то и стипендия, да, но мы сюда приходим не для стипендия, а для изучения, чтобы учиться. И просто для хорошей компании. И просто для хорошей компании. Нет, но это тоже здорово, когда можно вместе хорошо проводить время и с пользой, и с интересом. Конечно, да, время и в Колеле проходит интересно, и помимо Колеля много молодежных программ, которые приходят в молодежь, и им интересно вместе проводить время и узнать что-то новое. Что ж, спасибо вам огромное за то, что пришли к нам сегодня в гости. Очень много нового узнали, я думаю, и мы с вами, и наши телезрители. Прямо сейчас в эфире вечернего Витебска, рубрика «Попадь в телек» с Сашей Каринманом. После нее мы вернемся в студию, и вас ждет еще один музыкальный сюрприз, так что не переключайтесь. Всем привет, ребята, это «Попадь в телек», меня зовут Саша Каринман. Прекрасное настроение сегодня. Решил немножко погрузиться в мир фантастики. Узнаем, что бы сказали жители нашего города на встрече с инопланетянином. Инопланетянином. Погнали. Спросить не знаю, но рада бы была, что жизнь на Земле есть где-то, ну, кроме Земли есть где-то. То есть вы верите в это или нет? Не очень. Но рады бы были. Ну, конечно, если люди живут мирно, я ради бога, пожалуйста. Вдруг вам довелось встретить инопланетянина настоящего? Что бы вы у него спросили? Я не видел. Если бы вдруг так произошло, это фантастика, вы встретили настоящего пришельца, инопланетянина. Что бы вы у него спросили? Не знаю, откуда он, наверное. Ты с Марса? Да, е-мая. Да, да. Ты вообще чей? В принципе, так и есть. Спасибо большое. Пожалуйста. Что бы я ему сказала, инопланетянин, ну, пришельца. Да, вот настоящий. Сделайте, что бы на Земле был мир. О, спасибо большое. Хорошая мысль. Фантастика. Встретили инопланетянина, настоящего пришельца. Что бы вы ему сказали? Почистите дорогу. Кроме вас некому. Я бы с ним познакомилась. Зачем? А вдруг он опасный? Как думаешь вообще, если когда-нибудь на планету Земля прилетят инопланетяне, они будут злые или добрые? Ну, я надеюсь, что они будут добрыми. Хочется, по крайней мере, да? Ну, вообще веришь сама? Ну, думаю, что их не существует. Почему? Ну, не знаю. Мне кажется, это сказки. Повстречали пришельца настоящего, инопланетянина. Что вы ему скажете или спросите? Даже не знаю, если честно. Забери меня туда. Верите вы инопланетян? Верю. Вы, кстати, первая из тех, кто верит. Да? Да, из кого-то. Но вот действительно, такая встреча. Может быть, у вас есть возможность его о чем-то попросить? Что он может осуществить? Что бы вы у него попросили? Не знаю. Честно, не знаю. Вы бы растерялись еще больше. Да, наверное. Ну, по крайней мере, вы бы испугались, убежали или бы остались? Не, осталось бы, скорее всего, да. Да? Ну, вы смелая. Абсолютно ничего. Я постаралась бы уклониться от ответа, потому что я не люблю ничего неизвестное. Боитесь потом? Нет, нет. Знаете, бояться, не бояться, как я говорила с женщиной моей знакомой, дураки. А страхом нужно направлять его, управлять им. То есть страх – это хорошее, в принципе, качество для человека, потому что он безопасность какую-то, хоть истинное самосохранение. Вы попросили, верю я в него, да? Нет, потому что я не хочу быть… Вы инопланетянин, наверное. Нет, не верю я в них, потому что я не хочу быть перепроходцем, как Павка Корчагин. Я просто считаю, жить на Земле, где уже цивилизация, где уже натаскиваны… Короче, уже нагретое местечко. Да, да. Представляете, такое чудо, вы случайно встретили настоящего пришельца, инопланетянина. Ну, фантастика. Вот, что бы вы ему сказали, что бы вы у него спросили, можно? Как жить там? Как там живется? Да. А вы мне… Заберите меня! Не хочу туда. Почему? У меня здесь прекрасно. Страна для жизни, почему не живет? Спасибо большое, хорошо. Иван. Друзья, если бы я встретил на улице инопланетянина, я бы пригласил бы его домой, накормил бы, уложил бы спать. На утро бы у него перестала болеть голова, если бы я принес ему минералочки. Он бы вспомнил, как его зовут, где он живет, и вернулся бы в семью. На сегодня все, пока. В эфире «Вечерний Витебск» и прямо сейчас в нашей студии с танцем под названием «Балаганчик» выступит хореографический ансамбль «Зорька». Мы же с вами прощаемся, увидимся на том же самом месте и в то же самое время. Желаем нескучного вечера и увидимся на телеканале «Витебск». Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин «Субтитров А.Семкин» «Субтитров А.Семкин» «Субтитров А.Семкин»